В Якутии 94 семьи взяли под опеку одиноких пожилых людей, сообщает Министерство труда и социального развития республики. Фактически старики приходят в чужие семьи и становятся там родными. Государство этому также помогает. Как живут в приемных семьях старики и какие условия создают для достойной старости в республике, расскажет Саргалана Захарова. Валентина Лизуткина 10 лет назад осталась совсем одна. Не стала двух самых близких ей людей, сына и дочки. Она с болью вспоминает это время и то, как ее инвалиды по зрению хотели определить в дом престарелых. Но мир не без добрых людей. Соседка Екатерины решила взять бабушку под опеку. Постель заправляет и перестилает новым, чистым. Ну, в общем, такое вот. В трехкомнатной благоустроенной квартире у нее теперь своя отдельная комната. Рядом всегда близкий человек, который хоть и бывает строг, но только из любви к новообретенному члену семьи. Питание тоже приучила, но человек, она не бывает, что утром обязательно молочу я ей делаю, молочный ашу там. Сегодня в республике всего в приемной семье живут 96 пожилых людей. Все они, когда-то волей судьбы, оказались один на один со старостью. Но пришли на помощь небезразличные люди. Чаще всего это друзья семьи, коллеги или, как в нашем случае, соседи. Такую инициативу поддерживают и государства. Ежемесячно приемным семьям уплачивают порядка 18 тысяч рублей. Кроме того, составляется трехсторонний договор, потому что оплата производится через управление социальной защиты. И с управлением социальной защиты поставщиком услуг, то есть приемной семьей и самим пожилым человеком. И по такому договору на условия такие, что у человека должна быть своя отдельная комната, личные вещи. А если у человека есть своя какая-то недвижимость и какие-то ценные вещи, это все остается его собственностью. То есть семья не имеет права ими распоряжаться. Каждый год Минтруд открывает новые квоты на оформление опекунства над этими ногами пожилыми людьми. Чтобы стать приемной семьей, нужно подать заявление в управление социальной службы своего района. Таким же образом могут и поступить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Допустим, мы запланировали 100, и у нас как бы в конце года где-то на 3 человека у нас остается квота. И на будущий год мы планируем еще дополнительно 50. Об этом была уже пошла информация по всем управлениям социальной защиты, где заявки собираются и документы все собираются о состоянии здоровья человека и о нуждаемости, что он действительно не может там один жить. Приемные семьи для одиноких пожилых людей – это лучшая альтернатива домам престарелых. Ведь здесь они находят то тепло и внимание, которое в интернатах встречаются довольно редко. Но не секрет, что при современном темпе жизни одни могут остаться и те, у кого есть родные. Для них в столице уже совсем скоро должны открыть пансионат. Он рассчитан на 20 постояльцев, в том числе и на тяжелобольных пациентов.